Итак, продолжим рассматривать современного расколого учителя и лыжестарца Рафаила Берестова. Если прежние его сторонники любили напирать, и обязательно напирали на то, что он афонит, он афонский старец, и вот если вы против него, то вы против Афона, то вот после моего последнего большого ролика на эту тему, таких вот голосов стало звучать поменьше, поскольку мне удалось показать, какого на самом деле отношения к Афону отца Рафаила, он не афонит ни де юра, ни де факто, также и отношения к нему на Афоне весьма неоднозначные. К слову говоря, вчера я получил письмо с благодарностью, очередной благодарностью с Афона от русских афонитов за вот эти мои ролики. Но сейчас я хотел бы поговорить не об этом, не об Афоне, об Афоне мы уже достаточно поговорили, а о второй вот линии защиты и, так сказать, особой презентации отца Рафаила, на которую особенно сейчас напирают его последователи, а именно, они говорят, он был духовным чадом старца Кирилла Павлова. И хотя много кто был духовным чадом старца Кирилла Павлова, как у любого старца, у него было огромное множество духовных чад, тем не менее, последователи отца Рафаила указывают этот факт, как то, что будто бы это свидетельство подтверждения всего того, что отец Рафаил делал и делает в настоящее время, что будто бы он был особым духовным сыном отца Кирилла, и чуть ли не его преемником, что чуть ли отец Кирилл не называл его самого старцем, исповедником и так далее, как там обмолвился отец Ануфрий. В их среде ходит множество разных рассказов о том, что вот как отец Рафаил там поехал к отцу Кириллу, что вот отец Кирилл ему сказал, или что вот о нем сказал, там вот, допустим, Монахвар Санофи из чата отца Рафаила тоже вот распространяет вот эти все рассказы, непонятно кем и когда записаны, непонятно кем, когда услышаны, непонятно кем, когда рассказаны. И все это воспринимается, знаете, как своего рода католическая индульгенция. То есть, если когда-то отец Кирилл что-то хорошее сказал отцу Рафаилу, то значит, что отец Рафаил теперь на веки вечный, безошибочен, непогрешим, и что бы он ни делал, это уже как бы имеет благословение и одобрение отца Кирилла. Может показаться, что эта ситуация, скажем так, беспроигрышная, потому что старец Кирилл почил, и опровергнуть их слова теперь уже никто не может. Но на самом деле не все так просто для последователей отца Рафаила и для вот этой их легенды. Как вы помните, отец Рафаил является последовательным, непримиримым и очень жестким противником новых паспортов, новых российских паспортов. Я напомню, что он говорил по их поводу. Итак, паспорт, жетон или микрочип – все это печать Антихриста, говорил отец Рафаил. В новом российском масонском паспорте множество талмудических символов, рисунков, и имеются три шестерки – цифровое имя Антихриста. И если человек берет такой паспорт, то мистически соединяется с духом Антихриста – сатаной. В антикрещении человек антикрестится, беря через паспорт имя цифровое Антихриста – трехкратные шестерки. И берет себе цифровое имя от масонов – личный код. Этим сочетается с сатаной и его системой в антикрещении. Итак, мы видим с вами два тезиса, главных тезиса Рафаэлитов, или последователей отца Рафаила в данной связи. Первый тезис – то, что отец Рафаил – духовное чадо отца Кирилла Павлова, и на все, что говорит и делает, получал благословение у него, находился в послушании у него, получал от него одобрение. Второй тезис – это то, что отец Рафаил последовательно говорил о невозможности принятия христианином нового паспорта. Более того, что принятие этого паспорта означает утрату благодати крещения и фактически антикрещения. Запомнили два этих тезиса. А теперь посмотрите, пожалуйста, на вот этот документ. Это ксерокопия паспорта старца Кирилла Павлова, российского паспорта нового образца. То есть сам старец Кирилл получил этот паспорт и имел его. И этот паспорт, как мы видим, получен был в 2004 году, а почил старец Кирилл в прошлом году, в 2017. То есть 13 лет своей жизни старец Кирилл жил с новым российским паспортом. И в это же самое время отец Рафаил призывал сжигать паспорта. Решительно, надо эти паспорта сжечь просто. Ну и как это можно объяснить? Получается, что с точки зрения отца Рафаила, его собственный старец, его духовник, отец Кирилл, был некрещеный. Потому что, получив паспорт, тот самый там с росписью сатаны, он лишился благодати крещения, принял антикрещение. Более того, согласно отцу Рафаилу, получается, что его духовник получил печать антихриста, мистически соединился с сатаной и его системой в антикрещении. Как так могло получиться, что отец Кирилл не сжег свой паспорт? То есть, он считал иначе, чем отец Рафаил? Или отец Рафаил никогда не обсуждал с ним это мнение? Вот отец в Арсенофии заявляет, что да, обсуждал борьбу с новыми документами, и старец Кирилл ему будто бы благословил на эту борьбу, а потом пошел и получил новый паспорт. Странно получается как-то. Или, может быть, они скажут, что это как-то тайна от отца Кирилла, получили за него паспорт. Но в таком случае получается, что старец Кирилл не знал о том, что у него есть российский паспорт. Но если старец Кирилл не знал, что у него есть российский паспорт, то, может быть, он и не знал, что из себя представляет отец Рафаил на самом деле. Но более того, ведь, насколько я знаю, эти люди учат, что даже если ты невольный, если ты не знал, если ты по неведению принял эти документы, это не важно, что ты не знал. Незнание не освобождает от ответственности. Все равно ты стал частью антихристовой системы, прощай крещение, прощай благодать, прощай спасение. Ты больше не христианин и гореть тебе в аду. То есть, именно это получается по учению отца Рафаила, что старец Кирилл получил антикрещение, стал частью антихристовой системы, и теперь, даже неудобно как-то это говорить, но не спасся, мягко говоря. Не знаю, как вам, а мне видится здесь неустранимое противоречие, когда старец Кирилл сам имеет паспорт нового образца, а его якобы самое преданное духовное чадо призывает сжигать эти паспорта и говорит, что христианину никак нельзя их иметь. Это правда, что отец Кирилл Павлов был против ННН, хотя и не доходил до того, чтобы называть его принятие антикрещением. Однако вот насчет паспортов нового образца... Тут стоит вспомнить еще и рассказ и радиакона Авеля Семенова, также известного борца с паспортами, в котором он говорит, что на вопросе о паспорте чаще всего старец Кирилл отвечает так, пусть каждый поступает по удостоверению своей совести. Сам отец Савель пытается истолковать эти его слова как запрет на принятие паспорта, однако же признается, что лаврское братье понимало эти слова прямо противоположным образом, и теперь мы видим, что сам старец Кирилл также понимал их прямо противоположным образом. Его совесть и принятие нового паспорта не противоречило. Знаете, я не сомневаюсь в том, что отец Рафаил приезжал на исповеди к отцу Кириллу. Много кто приезжал к нему. Я не сомневаюсь в том, что отец Рафаил фотографировался рядом с отцом Кириллом. Никаких проблем с этим нету, много кто с ним фотографировался. Но в том, что он был его близким духовным чадом, получал полную поддержку в своей деятельности, я вот после этого факта, знаете, как-то стал сильно сомневаться.